Пожар в 25-этажном доме. Огонь разгорелся на четвертом и на последнем этажах. Такое здание относится к постройкам повышенной этажности. По команде 1БИС на место тушения выехало три пожарно-спасательных автомобиля, один подъемник и около 30 человек личного состава. Такая легенда у прошедших 4 сентября учения регионального МЧС. Огня, конечно же, нет, однако пожарные выполняют те же действия, что и при реальном возгорании. Вначале в дом отправляется разведывательная группа. Они делают доклад по рации и после заходят остальные. Только вот есть и свои трудности. Значит, подъемник действительно у нас 50-метровый и он предназначен для подъема пожарно-спасательных подразделений, а не тушащих средств до 15-го этажа. Соответственно, 25-й этаж, где мы сегодня сымитировали условно горение в квартире, имеются компенсирующие мероприятия. К таким относятся эвакуация по незадымленным лестницам, дополнительные рукава для пожаротушения на верхних этажах дома, а также лифт с отдельным электроснабжением, который поднимает личный состав и средства пожаротушения. Такое необходим, ведь дело в том, что при срабатывании датчика с пожарной сигнализацией все лифты в доме должны опуститься на первый этаж и открыть двери. Вызвать их больше не получится. Стоит отметить, что как раз эвакуация жителей и вызвала некоторые вопросы у участников учений. Помимо сотрудников МЧС, здесь присутствовали и директоры управляющих компаний города, которые отметили, что люди из дома со сработавшей пожарной сигнализацией выходили неспешно или не эвакуировались вовсе. Учение проводится по указанию губернатора Рязанской области. Цель – показать людям, что дома повышенной этажности безопасны. Все дома, которые современные, высокие, у них огромное количество инженерных систем и как раз противопожарной безопасности. Мы знаем, как это все должно срабатывать, но на практике где-то Бог милует. Пожаров пока нет, но посмотреть, как это все должно быть. Теорию мы знали, нам теперь показали практику. Существуют определенные моменты, которые, если к ним готовиться, вот знаешь, что сегодня в 10 часов утра будет пожар, это как-то легко. А когда это в постоянной боевой готовности… Условный пожар был ликвидирован, условный пострадавший спасен. Теперь настало время подводить итоги. Хотелось бы в первую очередь обратиться к населению, потому что сами жильцы, мы с вами видим, машины ставят, где необходимо развернуть пожарно-спасательную технику. При подготовке к учениям в данном доме не работала система водоснабжения. И были обращения от жильцов, что в связи с нарушением водоснабжения, которое имеется в этом доме, были залиты несколько квартир. Поэтому сейчас все это устранено управляющей компанией и приведено соответствие. Проведение подобных учений никак не регламентировано, однако Сергей Филиппов отметил, что ведомство старается проводить их раз в полгода. Это одновременная тренировка для действующего личного состава и показательный урок для обучающихся.